Привет, друзья! Итак, давайте посмотрим, что получилось. Ноги здесь неспроста. Это ноги от вилки, которые... Корона которых, кстати говоря, была тоже немножечко по геометрии чуть-чуть перекошена, да, то есть была вот такая тема, то есть одна нога уходила вперед другой. Для пожилой вилки и для вилки, которая эксплуатируется, это нормальное явление, тем более, чтобы такого явления добиться, достаточно один раз где-нибудь просто покрепче велик завернуть или удариться куда-то, когда образуется восьмерка. Такие вещи происходят. Это все дело на самом деле очень мягкое. Штанишки были, соответственно, в таком же виде, да, тоже немножко перекошенные. Это дело определилось с помощью двух вот таких вот ног. Вот вилки Маниту, которые по размеру, в принципе, ну там на пару тысячных отличаются. Но подошло все это дело. Получилось более-менее выставить параллельность штанов и в таком отношении, и в таком отношении, да. Как помните, в штанах, вот в этой штанине заменен только верхний бушинг, нижний остался изношенным. Здесь заменены два бушинга с помощью вот такого вот срумента. Ну, это просто колобаха, чуть-чуть бочкообразная, в диаметр чуть больше, чем нога. Ну, чуть больше это, если не ошибся, ну, там что-то около в районе сотки, так вот, скажем. Микрометра у меня нет до тысячных. Мерил так. И, соответственно, что у нас получилось? Получилось, что вот на этой ноге имеется у нас довольно-таки грубая потертость, и она сильно ощущается пальцем. На этой ноге потертости нет, и бушинг верхний, ну, скажем так, раздолбан прилично. Вот смотрите, сейчас пока он плохо скользит, все там прям туго идет. Это связано с тем, что тефлон, материал мягкий, и когда мы даем хоть сколько-то перекос, по кромкам начинает подлипать. То есть тефлон вроде как один из самых скользких полимеров, но при этом, видите, он подлипает. То есть как только мы задаем параллельность, все. Ножка по штанишкам, точнее, да, ножка по штанишкам скользит очень хорошо. Но расплата за такое хорошее скольжение это люфт. Маленький люфт, он ощущается в основном по нижнему бушингу. Если загнать штанину выше, то люфт ощущается чуть меньше. Это связано с тем, что нога, безусловно, вот в тех участках, где установлены бушинги, верхний бушинг у нас вот здесь, нижний, как вы помните, я говорил об утолщении, не помню, попало это на видео или не попало в эту версию, но вот здесь вот утолщение, чтобы штанину бушингом не распирало слишком сильно. Вот в районе этого утолщения второй бушинг. Вот у нас вилка, когда работает регулярно, вот в этой зоне у нас как раз основной износ и происходит. Даже давайте посмотрим наглядно на эту зону. Вот это зона основного износа. Вот у нас бушинг здесь постоянно натирает. И в связи с тем, что было попадание воды, была влага, вот у нас здесь такая проблемка образовалась, из-за которой мы бушинги эти и меняли. По второй ноге, в силу того, что износ на ней значительно больше, вот в этих зонах, я сделал, скажем, ну, как вы помните, дорнов у меня было несколько штук, три размера. Я сделал размер верхнего бушинга чуть свободнее, нижнего бушинга чуть плотнее так, чтобы, ну, то есть, ходит оно, вот, знаете, вот, есть материалы, да, где показывают, что прям пальчиком толкаешь, или под собственным весом штаны сваливаются. Здесь я сделал плотнее посадку, в силу того, что, как раз вот на эти изношенные зоны придется нагрузка при нажатии тормоза, и будет люфт. Возможно, подсопливливание, да, с пыльничка, вот, чтобы этого люфта избежать, сделал посадку плотнее. Можно раздолбать сильнее, будет тоже люфт, и будет это все свободно шевелиться. Но за этот люфт когда-то очень сильно ругали морзочи. Может быть, он и неплох, но вот решил сделать именно вот так, как сделано. Соответственно, когда мы это дело одеваем, сейчас до вторых бушингов дойдем, все это пойдет, вот, оно пошло легко. Ну, как легко, ровно по усилию вот этой вот ноги. То есть, ходит так же, как вот в этой ноге плотно сделано бушингов, вот так и ходит. Оно, конечно, потом приработается поплотнее, если не будет, как вы понимаете, да, какого-то удара на скручивание, то вилка будет ходить, шевелиться легко. Вот таких результатов удалось добиться. Ноги были у нее не параллельны друг к другу. Это проверяется там с помощью хорошего ровного стеклышка, либо поверхностной плиты, кто богат этим инструментом. в принципе, стеклышко положили так, положили так, положили так, проверили, да, что стекло само ровное, и что в каждом положении у нас обнаруживается недостаток параллельности, да, то есть, выравниваем ножки, относительно другой. я использовал вот такой вот суровый инструмент с салфеточками, с тряпочками, вот эта дубовая палка и ручка пластиковая, топора. Для выравнивания штанишек, чтобы задать им параллельность, вот в этом отношении эта параллельность, вот эта вот параллельность уплывет сразу же, как только будет установлена втулка, потому что я не знаю ширины втулки, которая сюда устанавливается, она может быть не 100 миллиметров ровно, а на каких-нибудь, скажем, там, пять десятых меньше, пять десятых больше, где-то, опять же, выработка от краски и так далее, то есть, вот эта параллельность, она все равно уплывет, то есть, добиваться идеальности вот в этой параллельности было, в принципе, не так важно, вот, параллельность штанов вот в этом плане, в этой плоскости, да, с помощью двух ножек, которые были вставлены в бущенге, и так же стеклышко укладывается, если нет поверочной плиты, опять же, и путем, если стекло легло ровно, да, положили так ровно лежит, так ровно лежит, перевернули, опять ровно лежит, значит, все хорошо, значит, перекоса у нас нет, если перекос все время на одну точку появляется, да, то есть, давайте покажу, что я рассказываю, так, установили одну ногу в бушенге, установили вторую ногу в бушенге, вот сюда в эти буш, она чуть-чуть поплотнее заходит, потому что вот этот буш новый, этот тоже новый, но они не раскатаны слишком сильно. То есть скляночку укладываем вот таким вот образом, смотрим, она не качается, лежит ровно. Замечу, что стекла это вещь, которая условно ровная, да, то есть опять лежит ровно, не качается. Опять смотрим, лежит ровно, не качается. Еще раз переворачиваем, то есть, ну таким образом я убедился, что вот это стекло у меня ровное относительно, да. Ну там какие-то погрешности безусловно есть. Идеальных, идеальной точности добиваться, повторюсь, ну чисто для педантизма можно, но на практике это не сработает, потому что, повторюсь, устанавливаем втулку, затягиваем, где-то сильнее сжались промык, где-то сильнее подсела ось, еще что-то. У нас все эти размеры, они всегда уплывают. Перекосы вот в этом отношении, да, после каких-то ударов в руль, падений сильных, да, когда мы одним куском руля упираемся в грунт, а на второе идет нагрузка, допустим, вашего веса через колесо. То есть, все это дело скручивается, загибается, косячится. Прайсы, которые дают, ну давайте говорить прямо, да, прайс, который дает X-Lab заправку геометрии, я в принципе считаю оправданным, тем более это город Москва. Работа действительно долгая, кропотливая. Ну мне, как человеку, который делал ее прям вот с таким серьезным подходом в первый раз, было достаточно сложно. Плюс времени в сезон, когда у тебя помимо вот такой вот интересной работы, есть куча работы, связанной с ремонтом таких вот вещей, она дается таки напряжно. Поэтому, ребята, все это дело очень интересное, но не скажу, что каждому пользователю нужное. В данной ситуации мне просто было очень интересно попробовать, как же оно на самом деле происходит. Ну, получилось, считаю, очень неплохо для вилки, которая побывала в аварии, для вилки, которая имеет следы коррозии. Вот, то есть вся эта белая чепуха, труха убрана. Вот, то есть штанишки у нас теперь чистые. Если ее вновь не будут намывать керхером, я надеюсь, что она послужит еще. Вот такое вот видео, скорее отчетное по данному экземпляру, чем какое-то технически интересное и познавательное. Всем удачи!